ребят приветствую сейчас очень важный навык но по крайней мере всем ребятам кто занимается деревьями и высотой нужно это знать спасение пострадавшего с высоты то есть если кому-то стало плохо упорок на веревке что делать вот как его споткать вот смотрите далее мы используем ненагруженную линию в качестве рабочей его страховочной и его рабочую линию в качестве страховочной для нас соответственно мы подключаемся к его страховочной линии его рабочей линии с страховочным держимом и все это будет получаться легально потому что при эвакуации даже в приказе 150 прописано что мы имеем право использовать одну линию в страховочной и позиционирующей системе при проведении консервных мероприятий идем наверх на зажимы предполагаем что мы идем к нему какое-то расстояние неважно если будет маленькое расстояние вам будет не очень хотеться подниматься высоко и скучно кроме Ильи естественно у Ильи будет интересный опыт у обоих незабываемые там они даже будут эвакуироваться мы идем на зажимы так еще раз ребят здесь высота небольшая чтобы все было наглядно видно Илья вот этот молодой человек у нас держит нашего пострадавшего только ради того чтобы он у нас не крутился и нам все было намного лучше видно Денис сейчас поднимается на высоту которая получается к пострадавшему и сейчас подробно покажем что надо делать поднимаем всех пострадавшему в крайнюю верхнюю точку насколько это возможно первое что мы делаем мы всегда помним что наша безопасность это номер один у нас здоровый эгоизм наша страховка должна быть здесь здесь мы работаем уже классическими приемами не буду говорить какой европейской организации устанавливаем наш свободный строк позиционирования Дельту пострадавшему как бы мы создали точку поэтому теперь мы переносим наш страховочный зажим на пустовуху пострадавшему так реализовали свой эгоизм теперь начинаем работать с ним а продолжаем вернее значит мы планируем спускать пострадавшего мы находимся на зажимах и здесь тот же самый принцип первое что мы сделали это отработали страховочную систему и уже потом начинаем работать с системой позиционирования в данном случае эвакуационной а именно N341 я пересаживаюсь на спусковую оттопили палку а там новая она в пропитке все и марта в данном случае мне не нужен не стесняемся разгружаем на место чтобы не запутаться и не стесниться и так теперь берем свободные карабины и устанавливаем их в заднюю стенку карабина спускового устройства две штучки лучше лучше один но можно и три ситуации бывают разные перед вами висит крупный гражданин устанавливаем в какую точку? а? точку A альфа интересно почему? потому что на ней он будет висеть а висеть он должен в психологически в правильном положении то есть почти вертикально теперь мы что сделали? еще раз пробежимся переставили свою страховку сделали точку между нами пересели на спусковую соединили пострадавшего с нами вместе и добавляем теперь мы можем убрать лишний у нас есть две дополнительные вот они и есть две лишние вот они это страховка и позиционирование пострадавшего начинаем с его спускового устройства аккуратненько его позиционируем на свое спусковое устройство снимаем его с того устройства снимаем его во страховочный устройство я миную все действия по первой помощи по иммобилизации по связыванию пострадавшего серьезно то есть можно ноги надеть там в ступень ай, прощенил кое-что итак теперь нам необходимо дополнить это все карабином трением чтобы резко не дернуло устанавливать карабинчик в точку на бок например либо прямо в это кольцо мне в данный момент комфортнее вот так итак 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 пи-пи-пи то рывка не будет даже где-то херни то есть смотрите оп плавно пошел так на риге вас рванет ноги коснулись земли мои да, совсем кроме вот этого ноги мои коснулись земли что я делаю? размуфтовываю и выхожу из системы позиционирую ничего для того чтобы оставить место для пострадавших для маневра оттяжки его в сторону либо для заведения под него например жестких насилок как это у вас называется у пожарных спинальный щит нет ковшовая насилка предположим что ситуация обязывает меня его самого транспортировать сажать и так далее мы не кладем пострадавшего сразу мы его аккуратненько медленно раскладываем причем желательно в собранном состоянии садимся на колено оставляем колено под гор кладем руку под шею под голову держим ерешей веревку и плавненько его сантимом сажаем его на жопу садимся пострадавшие у нас ноги у тебя должны были согнутся вот это идеальный способ для пострадавшего после зависания при прочей травме то есть он не был порезан пробит аж обжег обжег некоторые травмы просто он отключился сколько он висел сколько-то он висел и вот не узнаем поэтому лучше его посадить и спокойненько сниматься нагрузку с привязи в конечку просто начинать циркулировать вот так спасибо 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 спасибо